друзья сижу и думаю над названием этого видеоролика то ли думаю назвать шарлатаны проектировщики то ли как гарантированно спустить деньги в унитаз при строительстве дома то ли как не надо строить дом в общем никак не могу выбрать подходящего помогайте пишите в комментариях что вам больше нравится но я думаю что по итогам просмотра этого прекрасного великолепного насыщенного контента то как не надо проектировать дом я думаю вы мне сами предложите как было бы правильнее назвать ну а я начинаю разбор планировки огромного дома который решили построить себе обыкновенные наши соотечественники и вовремя спохватились обратились ко мне попросили разобрать и предложить какой-то свой вариант в общем вот эту планировку вот этого дома сейчас будем разбирать дорогие друзья поехали смотреть реклама дорогие друзья мы вместе с павлом репиным снимаем видео обзоры жилых комплексов города екатеринбурга и планируем и в других городах снимать тоже это максимально независимый контент мы принципиально не берем денег от застройщика как это делают другие обзорщики которым заплатили они приехали сняли то что им показали совершенно мы делаем не так мы делаем так как считаем нужным мы делаем это с точки зрения простого обывателя и гражданина как будто бы мы сами покупали квартиру в этом же к и все что нам интересно все что важно и полезно мы пытаемся вам показать абсолютно независимо не от кого помимо этого я специально для вас в этих же к делаю обзор планировок и вы можете посмотреть и выбрать для себя наиболее подходящую планировку этих планировок появляется все больше больше и больше и будет еще больше потому что на каждый же к будет разбор квартир которые находятся в этом же к если вы планируете там покупать квартиру то вам это будет очень полезно вы сможете выбрать и не потратить в пустую свои деньги а выбрать квартиру с умом потому что вы будете знать что выбирать для этого вам необходимо подписаться на мой канал на платформе busty ссылочку я оставлю в описании эта подписка стоит по цене двух мороженых 500 рублей в месяц и вы получаете доступ к этому контенту где я для вас разбираю планировки из этих же как реклама закончилась перед нами дом плюс минус 400 квадратных метров я уж не помню конкретно сколько здесь вот такая вот интересная конфигурация все ради того чтобы получить необычный красивый оригинальный внешний вид дома но забегая вперед надо сказать что посмотрев на дизайн дома я выразил такое свое скромное сомнение по поводу внешнего вида на что клиент мне сказал спокойно нам он тоже не нравится вот такой его был ответ мы его сделаем по-другому ну окей ладно тогда давайте разбирать планировку в общем на этом с фасадами все но я думаю что их история на этом не заканчивается они будут его еще разбирать для начала давайте так сказать разберем дислокацию где мы находимся и так ко мне обратились заказчики с просьбой разобрать вот эту планировку и предложить свое видение того как могло бы быть по-другому более правильно более удобно эргономично но и в последующем красиво а для начала разберем что здесь не так это дом а в дом мы можем попадать разными способами во первых есть главный вход у каждого дома он есть второе есть гараж из которого мы тоже попадаем в дом и чаще всего из гаража то мы и будем попадать в дом особенно зимой или в дождливую погоду а это ну как минимум половина года я вам скажу дорогие друзья так как это московская область там тоже бывают минусовые температуры ребята так вот что не так во первых когда из гаража мы выходим в дом я вижу что здесь тоненькая перегородка с одной дверью это значит что звуки запахи и даже возможно вибрация будет проникать в жилой дом это абсолютно ни к чему запахи то точно попрут все в дом то есть завел машину выхлопные газы пук-пук-пук из трубы и все это у вас в доме зачем это надо в общем ошибка тут есть некий закуточек для шкафа по всей видимости но хранить одежду в ней вряд ли кто-то будет все таки это гараж опять же это запахи это пыль с машины это даже грязь нее поэтому пальто ботинки ну не знаю возможно колеса окей если мы из гаража попали в дом то нам надо пройти через коридор из этого коридора зайти в прихожую это вход с улицы крыльцо то есть главный вход в дом вот он и здесь уже раздеться давайте про прихожую в прихожей шкаф маленький для такого огромного дома для семьи из четырех человек это катастрофически маленький шкаф где остальная одежда будет храниться я хочу спросить но конечно же в какой-то другой комнате будете туда утаскивать будете там складировать вопрос удобно это ответ конечно же нет это неудобно должна быть большая прихожая с большой гардеробной комнатой прихожая должна быть большой чтобы она была со размер на всему дому а здесь мы видим маленькую малюсенькую прихожую в которой смешной диванчик для гномиков ну такой знаете такой в детишкам присесть но никак не взрослым что это такое это какой-то микроразмер так не может быть и при входе в дом мы сразу же упираемся в стену что с главного входа что с гаража мы упираемся в толстеную глухую стену но здрасте приехали а где красота вроде дом так сказать семейное гнездо фамильные ценности где вся эта красота в стене нет это некрасиво вернусь гаражу я уже рассказал что выходя из гаража мы попадаем в коридор из этого коридора в прихожую где снимаем одежду ну дальше куда-то в дом мы пройдем а теперь обратите внимание когда мы будем проходить по этому коридору из спальни вот эта главная спальня а вот она гостиная мы будем ходить по тому самому коридору где мы будем топтаться в обуви ходя из прихожей в гараж из гаража в прихожей вы понимаете то есть мы превращаем вот эту часть грязевую зону это дико неудобно это не рациональное использование пространства но в общем здесь разобрались с длинным бесполезным г-образным коридором тоже разобрались это неудобный колбаса вот это она темная здесь только одни двери в общем это не будет красиво потом в дизайне и вот знаете нету вот это вот ощущение простора то есть ты зашел дом это мой дом вот он просторный он красивый светлый 400 метров а тут такая теснота это не годится при входе сразу же следующая проблема но помимо стены глухой в которой мы уперлись здесь при входе мы видим не кухню-гостиную то есть общее пространство а мы видим две спальни а одна родительская вторая гостевая для родителей вроде бы как предполагается так не должно быть это приватная зона приватная зона должна быть дальше всего от главного входа а она прямо здесь вот здрасте вот дверь открыл привет ты там отдыхаешь а ну извини закрыл дверь это что такое это как это это кто проектирует такое простите меня пожалуйста история такая значит заказчик рассказал следующую историю но ты знаешь говорит иван вот этот проект появился вот вот как я его купил у строителя строитель точно такой же проект строит себе и я подумал что раз строитель строит себе вот такой то значит там все продумано все удобно и все классно не может быть никаких вопросов и начали строить хорошо что фундамент не успели залить до конца обратился ко мне что-то его смутило в общем-то задумался вник в проект так сказать и понял что что-то не так а здесь все не так понимаете то есть человек строитель который строит для себя но может ему так удобно но ребят то есть как бы простая логика говорит нам о том что это неудобно можно ли так жить конечно можно так может ли быть такой гараж с таким входом так конечно может вопрос а будет ли это удобно будет ли это вас радовать и будет ли это вам доставлять удовольствие и кайф большое сомнение вот пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу но вот я только начал знаете ли да а историю вы послушали со строителем мне кажется она забавная вот почему нельзя покупать проекты у строительных организаций которые вам говорят бери проект бесплатно мы тебе будем строй тогда проект забирай либо бесплатно либо там за какую-то копеечку вот вы что получаете ребята это же это же ваш будущий дом вы же туда вкачаете миллионы зачем вам этот бесплатный проект здесь же как в нем жить я не понимаю то есть но ты потратишь тут я не знаю 10 20 миллионов ну что на проект жалко там но не знаю там сколько-то тысяч рублей но мне кажется это как-то немножко абсурдно вот сейчас я буду дальше разбирать и вы поймете все абсурдной ситуации вот они две спальни на на входе давайте разберем главную родительскую вот она с торца находится рядом с гаражом рядом с гаражом откуда запахи пойдут и естественно они проникнут вам в спальню в том числе она же рядом вот она дверь даже дверь то вы толком не откроете за особенность зимой то есть машины здесь стоять зимой точно не буду потому что ее нужно завести она должна там сколько-то поработать а раз так значит все запахи сюда нет кто с кому это надо все то есть гараж бесполезен заходим спальню огромная комната 30 квадратных метров и абсолютно бестолковая расстановка мебели одна кровать и все вокруг пустота вы только представьте когда вы лежите вот на этой кровати то есть она какая-то во первых маленькая но это ладно и увеличить можно а во вторых дальше то что что здесь поставить помимо то есть надо все пространство использовать рационально чтобы не было чего-то лишнего с другой стороны чтобы не было чего-то мало вот куда здесь комод например поставить ну допустим напротив вот так вот и все и все зато здесь напротив кровати есть вход в огромную ванную комнату в огромную ванную комнату 16 17 квадратных метров в которой есть душевая один унитаз с торца как будто трон знаете вот трон можно сюда то есть место такое прямо альков какой-то в общем трон очень забавно почему такое решение зато двойная раковина которую все так хотят здесь катастрофически маленького размера вот одна такая и и 2 такая же почему столько места почему не поставить ванну отдельно стоящую в общем мне кажется здесь такой как как бы надо было и вот налепили такая залепуху такую на но зато много зато с окном но мне кажется это очень бестолково причем это приводит к тому что мы получаем техническую комнату такую как котельной вот какой-то странной тоже такой формы и вот чего в этом за кутки делать непонятно не знаю может быть поставить какой-то там дизель генератор я не знаю но опять же если вот туда поставить то он шуметь будет и вот за перегородкой все это слышно будет кстати говоря газовое котельное оборудование тоже шумит и вот за этой перегородкой эти звуки вполне вероятно вы будете слышать когда будете находиться в ванной зачем это надо чтобы попасть в гардеробную нужно обойти кровать и зайти вот сюда вот далеко вот в какую-то вот вот в такой закуток причем он темный обратите внимание почему в доме не сделать окно окно чтобы там был свет кому нужна эта комарка папы карты вообще непонятно но и смотрите вот представим вы приходите домой и начинаете идти вокруг кровати чтобы попасть в гардеробную там раздеться потом выйти опять пойти вокруг кровати чтобы зайти в ванную там вымоться опять оттуда выйти одеть халат и в халате уже отсюда пойти туда куда-то в гостиную это же просто квартира для марафонцы для какого-то это чтобы тренироваться и кры тренировать то есть ты ходишь туда-сюда туда-сюда то есть они у тебя качаются 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 ну то есть логистика не продумано вообще то есть от слова совсем то есть лишь бы поставить как там будет жизнь протекать у людей как они будут этим пользоваться удобно неудобно да пофигу главное сделать вот у меня такое впечатление складывается напишите что думаете вторая спальня ну здесь такой момент смотрите вот стоит кровать посередине ok есть окно значит и тут шкаф тут шкаф или что это комод и напротив три двери раз в гардеробную 2 ванну 3 вход в саму спальню складывается такое ощущение что это магазин дверей что вам еще нужно кроме чуда нам нужны двери много дверей это что для какого-то фабриканта дверного что этих три любимые модели в комнате любимых дверей у меня тут орех тут дуб тут венге что это такое как вы это себе в дизайне представляете ну нету в дверях красоты вот это же что такое получается это какой-то коридорище понимаете какой-то номенклатурный коридор с кабинетами номера осталось повесить на двери а можно м и жо а там раздевалка вот так не делается в жилых пространствах ну и какая здесь еще есть неудобная вещь обратите внимание с этих двух спален выход прямо на террасу что такое терраса в доме это место где в хорошую погоду собираются все и гости в том числе застолья там я не знаю сангрию пьют там шашлыки едят чай карты игры с книгой гитары там вечером но окей вот собрались гости там кто-то на гитаре бремчит и тут же окна спальня окна гитара ничего не напоминает мне веселые скамейки под окнами помните по весне коты такие мартовским там во дворах раньше такое было запели песни молодежь загуляла и вы в окно или кто-то там кричит хорошая рать в час ночи спать не даете окно то вроде как не закрыть все-таки лето там хочется чтобы ветерок прохлада проветривалась в общем это неудобно если кто-то захотел уединиться то это не получится вам будет некомфортно то есть это неудачное решение кухня гостиная и терраса как они соприкасаются обратите внимание где кухня и где стол на террасе я не поленился посчитал сколько метров от кухни до стола на террасе если предположить а это так и будет хозяйка готовит какие-то блюда но не знаю даже фрукты помыла ей нужно отнести на стол на террасе ей нужно будет пройти в одну сторону внимание 17 метров 17 метров пройти от кухни до стола на террасе в обратную сторону еще 17 получается 34 34 метра предположим вы обедаете и нужно вынести сначала накрыть на стол это с раза два сходить надо туда-обратно то есть это уже 70 метров потом еще два раза принести суп зелень соль там что-то еще это еще 30 метров потом второе еще 30 это уже 90 и так за обед значит здесь пол километра в легкую значит один человек намотает это зачем это вообще неудобно то есть вы забудете про эту террасу и не будете ей пользоваться ну кроме как выйти перед сном там позевать потянуться книжку почитать все зачем она такая нужна кухня в каком-то закутки такое ощущение что человек который здесь готовит его просто наказали потому что он в углу вот то есть в нише какой-то он такой наказанный то то есть вся движуха здесь на террасе но видимо это папа там дети гости а жена ты давай там ты наказанная ты картошку чистишь у тебя наряд зачем искусственно создавать сразу же вот такое ощущение что ты какой-то там наказанный где-то но сами посудите вот же то есть это же все перед нами кухня нерациональная то есть она вроде бы большая но за счет того что она большая и так расположена мебель что даже внутри кухни будут постоянно совершаться большие вот эти вот передвижения и вот это вот накапливаться вот эти метры то есть накапливаться усталость вот от перемещения по этому пространству но я же говорю то есть квартир дом для марафонцев то есть они тренируются еще гантельки можно на ноги подвесить знаешь максим там чтобы они такие ходили и типа качали икры такие такие мощные в общем это очень неудобно пространство кухни-гостиная огромная почти 100 метров и такое бестолковое использование посмотрите как стоит мебель но это совершенно не годится один какой-то одинокий диван угловой большой но он смотрится здесь одиноко потому что огромное пространство и неправильно расставленная мебель это говорит о чем это говорит о том что такое расположение будет доставлять дискомфорт дискомфорта пользоваться террасы дискомфортно пользоваться кухней некомфортно сидеть на диване потому что в одну сторону ты спиной к одному входу тут и спиной к террасе а это не комфортно более того если приехали гости здесь идет какая-то тусовка то весь этот шум будет мешать детям потому что детский тут же за стенкой. Вот, посмотрите, звук сразу же. Ага, привет, все, не спи, у нас вечерина. Как так может быть? Это неправильно. То есть, здесь уже технически, архитектурно заложена ошибка того, что это будет некомфортно. К вам приехали гости, вы начали вечеринить, а вы им говорите тихо-тихо, у меня дети спать, левли. Не шумите, пожалуйста. Эх, хорош, мы приехали повеселиться, погулять, какой тихо. Ты че, сейчас пойдем песни петь на террасу, а там родители в спальне тоже такие, тихо-тихо. В общем, вот это вот расположение, уже заложенное с ошибками, будет доставлять дискомфорт родителям, которые в гостях или кто там будет в гостях находиться, то есть, потому что окна сразу на террасу выходят, вы там песню не споете лишний раз. Если говорить про детские комнаты, то здесь конфигурация комнат тоже вызывает большие сомнения, потому что вот между ними перегородка такой, буквой ЗЮ, сделана для того, чтобы шкаф с одной стороны сделать и с другой. Вроде бы логично, что появляется ниша для шкафа и вроде бы он аккуратненько туда встраивается, но в практике такое решение всегда выглядит некрасиво. Ну, сами представьте, идет стена с какими-то там обоями, а дальше пошел шкаф, какие-то деревянные панели или стеклянные панели, и вот этот стык, место стыка прямо посередине всегда выглядит некрасиво. Есть такое понятие, как композиция. Здесь тот, кто это делал, даже слова такого не слышал, мне кажется, ну как бы ему плевать, есть шкаф и ладно, но все-таки это же не коробка для жилья, но типа ты засунулся туда и спи как. Нет, мы же хотим, чтобы красиво было. А такие решения перечеркивают всю будущую красоту. Так делать нельзя. Комнату нужно делать правильной формы, чтобы потом уже в них располагать мебель, как я сейчас вам покажу. Ну и здесь вот третий шкаф, как же без него, конечно, вот. То есть сюда, видимо, ботинки будут относить, чтобы они тут жили, существовали. Ну, как бы понятно, в прихожее места-то мало. Вопрос, что делать с этим хозяйством, друзья? Я вам скажу честно, я поначалу, конечно, схватился за голову, потом долго ржал над этим всем хозяйством, ну, а потом сел придумывать и таки придумал. Кстати, вы тоже можете обращаться за консультацией, я с удовольствием это делаю, за небольшие деньги, между прочим, это гораздо в разы дешевле, чем дизайн-проект. А если учитывать, что планировка это основа всего будущего проекта, то я вам скажу, это очень выгодное предложение, поэтому по ссылочке в описании переходите, заказывайте разбор планировки, разберу, сделаю ваш вариант и будет вам счастье. А сейчас покажу, какое счастье получится у этих замечательных людей. В общем, сначала я пытался остаться в рамках тех комнат, которые здесь были, и там что-то соорудить, но вообще никак не получалось. Ну, в принципе, то есть, хотел территориально кухню-гостиную оставить там, где она была, как-то перезонировав помещение, ну и все остальные комнаты тоже. Потом понял, что это просто невыполнимая задача, и все равно красиво не получается, грамотно, функционально. И переделал все напрочь, поменял местами помещение, вот что получилось. Первое, что я сделал, я сделал единый вход в дом с улицы и из гаража, чтобы они сходились в одну прихожую, в которой огромный шкаф, вот посмотрите, огромный шкаф, где можно всю одежду расположить, включая садовую, знаете, какой-нибудь отсек сделать, где можно и галоши, и телогрейки повесить. В общем, шкаф огромный, есть пуф, и все. И вот эта вот вся прихожая, она остается как бы немножечко в стороне от дома, то есть это так называемая грязевая зона, где вот может быть пыль с ботинок, я не знаю, там может быть влага с подошв, останется вся там, и больше через прихожую мы ходить не будем, находясь в доме, это очень удобно. Дальше из прихожей мы попадаем в большой просторный холл, который освещается дневным светом, он с окном, а это значит, когда мы попадаем в дом, то ощущаем вот простор, нарядность, свет, а это значит всегда настроение, то есть ты с другим чувством заходишь домой, вот сравните, почувствуйте разницу, что называется, либо мы в старом варианте заходили и упирались в стену, либо в новом варианте мы заходим в просторный холл, который освещен дневным светом, более того, когда мы заходим, мы не только холл видим, а еще там дальше в глубине стоит комод красивый, с какой-то картиной, ну то есть это тоже такая фокусная точка, которая нужна нам для дизайна, чтобы создавать красоту. Еще одну галочку поставили, тут же мы попадаем в общее гостевое пространство, а приватная зона у нас ушла дальше, как бы в сторонку, и если к вам приехали гости, то нечего им шататься по дому и ходить по вашим спальням, они сразу же попадут в кухню-гостиную. Еще одну галочку поставили. Теперь организация общего пространства кухни-гостиной. Смотрите, что я сделал. Кухонный гарнитур из двух островов. Ребята, как вам такое решение? Два острова друг напротив друга и высокие шкафы, встроенные в стену. Получается, что эта кухня и на кухню-то не похожа, то есть это стоят два элемента кухонных, то есть за ними можно готовить, а сверху ничего нет. Это же классно, это же прямо вот простор, это воздух. И находясь здесь посередине, это как такой, знаете, командный пункт. Мы видим, кто за столом сидит, кто заходит, мы видим, кто на диванах сидит. То есть тот, кто готовит, он уже в центре жизни, понимаете, а еще видит, кто на террасе. Это же очень круто. Во-первых, это удобно, это функционально, то есть здесь можно вокруг острова собраться целой толпой и всем вместе, гостями, я не знаю, пельмени лепить, потом их тут же вместе сварить и потом тут же их пойти вот есть на террасу зимой в минус 40 в халате. Шутка. Ну, в общем, посмотрите, как организация меняется. Дальше вместо темного Г-образного помещения, сейчас здесь вытянутое с панорамными окнами, а это значит, что мы как бы сливаемся с природой. Терраса и дальше двор перетекает в наше внутреннее пространство и обратно, то есть мы как бы забираем природу сюда внутрь, то есть мы расширяем внутренние границы, как бы вышагиваем туда в наш огородик, в наш садик. Это же совсем другое ощущение, согласитесь. И вот у нас получается логично стоит стол, он красиво напротив входа, это еще одна фокусная точка. Над этим столом шикарная люстра может висеть. Вдоль помещения проходит как бы и нанизывается вот на эту ось вся остальная мебель, два острова, стол, а комод шикарный с каким-нибудь великолепным произведением художественным. С другого края стоит телевизор, куда же без него. Кстати, можно на камин заменить, можно. И здесь хорошая диванная группа из двух диванов. Гостями можно собраться очень комфортно, а кто-то посидит за барной стоечкой вот здесь около острова с кофейком или винишечком, то есть это тоже хороший вариант. То есть, посмотрите, как организовывается пространство и жизнь в этом пространстве. Это совсем другая история, это совсем другое проживание в этом доме. Это уже, понимаете, это уже кайф от жизни, что называется. Это не просто вот коробочка, которая была, а здесь мы кайфуем. Посмотрите, как рационально расположена мебель. Мы стоим в центре кухни, например, чтобы готовить, мы совершаем минимум движений вдоль двух островов и подходим к высоким шкафам, где у нас холодильник, морозильник, духовка, микроволновка, винный шкаф и хранение. И тут же рядом у нас терраса. Открыли окна и вот, пожалуйста, даже полтора шага буквально делаем, руку протянули и вот уже поставили тарелочку. Но почувствуйте разницу, что называется. Вот что значит грамотная планировка и понимание того, как нужно организовывать жизненное пространство в доме или в квартире. Вот она разница, которая очевидна же, на мой взгляд. Напишите в комментариях, но есть ведь разница, как было и как стало. Ведь стало гораздо круче. Вы просто себя представьте в этом пространстве. Все видно, все воздушно. Ваш сад работает на интерьер. Он сливается с этим интерьером. Интерьер туда продлевается. А если у вас есть достаточно денег, можно поставить такие системы, знаете, которые полностью раздвигаются, как гармошка, и в хорошую погоду у вас терраса становится частью гостиной. Это невероятно круто. Вторая часть дома это приватная зона, которая поделилась на две спальни. Они, собственно, остались там, где и были. То есть, я просто стенку спрямил между ними и сделал их нормальной, квадратной, прямоугольной формы. Ну, в общем, правильно, геометрической формы. Здесь у них остается свой санузел, она же ванна, это детская. С другой стороны у нас родительская половина. И она огромная, я ее сделал из бывшей кухни-гостиной. Смотрите, как классно здесь все организовалось. То есть, из общего коридора мы заходим и попадаем в большую, в огромную гардеробную комнату, где три шкафа, посередине комод, он может быть вот таким овальным, и в этом комоде сверху могут лежать украшения. Внутри может стоять что-то красивое, сверху здесь может стоять букет цветов. Здесь на крыше можно сделать световой фонарь, его еще называют зенитный фонарь, то есть, дневной свет сквозь потолок будет попадать прямо в центр этого помещения. Вы только себе это представьте. Вы могли это только в фильмах видеть, в каких-нибудь голливудских, когда звезда каких-нибудь фильмов заходит в такой шикарный гардероб, переодевается. Вот это же здесь ровно так сделано. Теперь сравните с той кладовкой, которая была вот эта папа Карлы, вот эта коморка и с этой. Вот это гардеробная комната, понимаете? А ведь все сделано в рамках того же дома. Стены наружные я никак не двигал, они остались ровно так, как и были. И с гардеробной мы попадаем в спальню. Спальня это кровать, а еще два кресла и камин напротив этих кресел. Само пространство делится перегородочкой. Это сделано для того, чтобы мы не ощущали себя в каком-то огромном спортивном зале. Но сами представьте, кровать поставил посередине и неуютно, как было прежде. Вроде и эхо где-то тебе откликается. Это не совсем хорошо. Более того, эта перегородка помогает нам скрыть кровать от взглядов с террасы. Понимаете? И делает вот эту комнатку очень уютной, очень обособленной. А с другой стороны у нас есть кресло и камин, где мы можем посидеть с бокалом вина, посмотреть на играющие языки пламени. Это же какой гомантик. Вы только представьте. И тут же можно выйти на террасу или зайти обратно. Очень все функционально получается. Тут же из спальни мы можем пройти ванную комнату и она тоже прекрасна, потому что здесь у нас есть душевая, причем спарная. Здесь спаренная двойная лейка и можно вдвоем принимать душ. Это же настоящий кайф, романтик. Тут же огромная ванна, куда можно вдвоем залечь. Ну или детей можно запустить, когда решили их туда с корабликами поплавать, так сказать, побрызгаться. И тут же два огромных окна, которые можно сделать прямо в пол, напротив две раковины. Вот это уже нормальный размер раковины. Не тот, что был маленький, крохотный, а огромный. И вот эти окна, которые в ванной, позволяют нам совершенно спокойно в ванной купаться голышом и не бояться, что тебя кто-то увидит. Терраса-то здесь, а окна-то в ванной вот здесь. Так что мы не видим, никто вас там не увидит. Очень комфортно, очень кайфово, очень красиво. То есть сейчас вы можете сравнить план до и план после и увидеть, насколько планировка делает вашу жизнь другой. Поэтому, ребята, вывод здесь очень простой. Очень внимательно подходите к планированию пространства. Абы кто, ну нельзя доверять это, знаете, там, строителю, как бы, он классно строит, но он не проектировщик, это не профессиональное его занятие. К проектировщикам новичкам, которые понятия не имеют, что такое психология, социология, история планировки. Да, расставить мебель может любой, но так, чтобы это было кайфово и удобно по жизни, это может сделать далеко не каждый. Поэтому внимательно подходите к выбору того человека, который для вас организует пространство, в котором вам потом, между прочим, жить, дорогие друзья. Пишите в комментариях понравилось, не понравилось, как вам такое решение, для меня это очень ценно, обязательно поставьте лайк, это меня мотивирует к снятию следующих роликов. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока, да пребудет с вами Муза. Муза.